Суворов Кирилл Борисович Скажите Ваше отношение о офисе и не всегда у Вашего объединения Объединение происходит не с городским округом Одинцова, а хотят объединить Одинцовский район и город Звенигород Город Звенигород вообще исторический город, насчитывает порядка 600-700 лет, как бы в своей истории И сегодня при этом объединение, мое такое мнение, я не раз об этом говорил, произойдет просто уничтожение города, Звенигорода А уничтожение произойдет за счет того, что будет уничтожена культура, будет уничтожен дух вот этого города Не может быть город Звенигород, быть микрорайоном какого-то городского округа Одинцова Почему Вы считаете, что будет уничтожена культура и всему следующее? Ну, смотрите, сегодня все идет к тому, что Звенигород сегодня уже пострадала в многоэтажной застройке И при объединении городского округа Одинцова, это только усугубит, что происходит в Ленигорода Мы сегодня уже видим, что сегодня идет полнейшее наступление такой многоэтажной застройки И уничтожаются ландшафты, уничтожаются исторические пейзажи И я неоднократно говорил, придерживаясь позиции академика Валерия Сен-Шерешкова, который на госставительской части президента сказал Что сегодня нужно сборить право на пейзаж Вот господин Воробьев делает все для того, чтобы этот пейзаж, слава, никакого права не закрепился Звенигород, при объединении будет ли ничего? Спасибо Пожалуйста, проходим Готовится Кучков Тихо, тихо, пожалуйста, чтобы слышно было Кучков Виктор Анатольевич Так, тихо, пожалуйста, Виктор Анатольевич, пожалуйста Добрый вечер, дорогие жители, участники общественных слушаний Можно? Давайте, давайте придерживаться порядка и обожать только Уважаемые, уважаемые участники Сегодня мы обсуждаем, безусловно, такую очень непростую чувствительную тему Но я всех призываю отбросить эмоции и трезво посмотреть на наши реалии Вы знаете, я вот, я сижу здесь, вот и, как бы, знаете, о чем я пожалел? О том, что не было вот такой организованной такой группы, когда, допустим, обсуждались вопросы строительства микрорайона Восточного Где, где вот, где все вот эти вот прекрасные голоса, вот эта прекрасная энергетика, понимаете? Теперь, сейчас... А туда не пустали, жители! Для меня не пустали! То, что происходит в городе, конечно, является последствием такой вот бескультурного отношения к этой исторической территории Я считаю, что ее сейчас надо поднимать, ее надо восстанавливать И те, кто вводят горожан в заблуждение о том, что в существующих реалиях, возможно, дальнейшие какие-то ухудшения, безусловно, поступают абсолютно не добросовестно Я предлагаю поддержать те инициативы, которые идут в руки горожан, которые идут в руки городского округа, извините, по объединению Конечно, как мы будущий округ назовем, это, естественно, это право выбора, это предстоит еще определить Безусловно открываются новые финансовые возможности, новые бюджетные обеспеченности территории, обеспеченности жителей И я уверен, что в городе денег будет больше и будущая система будет намного справедливее по отношению к жителям этой территории Предлагаю отбросить эмоции, не вестись на фейки, а прислушаться к вам Виктор Анатольевич, готовится к имена Зинаида Викторов Я долго слушал этот бред Верник, обеспеченности нас, в чем, в чем, убеждают, что ну бежит Общество занимает мэр, и в долгности наши депутаты Без того, чтобы зарабатывать деньги, они протирали штаны Такой судьбоношный вопрос должен решаться только через референдум. Он никак депутат получает. Он шварком получает. Аплодисменты этого вопроса не только и не на слова, а конкретными делами. Чего я не заметил. Ставит от офицеров России то же самое. Чем они занимаются годом? Я не знаю. Но никаких конкретных мероприятий не было сделано. Позор! Кузьмина Зинаида Викторовна. Готовится Савчак. Елена Владимировна. Пожалуйста. Дорогие друзья, уважаемые соседи, все вы, все мы вместе. И все мы любим наш замечательный город Звенигород. Сразу скажу, что я за объединение. Почему? Почему? Столько здесь мы знаем, как мы сейчас услышали, а знаем, сколько проблем. Вагон и маленькая тележка. Перешить их нужно только вместе. Стереться. И я за общий финансовый бюджет. Иначе нам, ребята, очень трудно нигде не сыпься с прибавкой. Я могу сказать. Возьмем верхний фасад. Построили дома. Построили котельную, которая до сих пор нас кормит сажей. И сколько я не обращалась в администрацию, мне так, ну а с тобой котельная нет. Когда я живу рядом. Под этой сажей. Саша, у нас стоит котельная, пустые дома, и там стоят дети. Поэтому сейчас в Одинцовской классе укропляется. Промышенность идет вперед, женщинговарное хозяйство. И в Звенигород никогда не сделают у нас, чтобы экология была. Промышленность идет вперед, женщинговарное хозяйство. Я против. Прошу внести в протокол мое обращение 133, совет, 71 человек вместе со мной против. Говорят, администрация в Одинцове будет лучше. Вранье. Хотят в свои руки наши земли и наш бюджет. У нынешней администрации жителей много, налогов мало. Но мы решаем проблемы сообща. А как будет с Ивановым? Как с Лайкова? Не могли достучаться до Иванова 4 месяца. И лишь Верховный суд им помог. По данным Родстата, у Московской области первое место в России по строительству жилья. Только в 2017 году введено 8 миллионов 790 тысяч квадратных метров. Многоэтажки занимают бывшие сельские угодья, объединенные в городские округа. Там жителям тоже говорили, все будет хорошо, верьте нам. Сегодня они утопают в канализации. Все Подмосковье утопает в мусоре. Но воротилам надо больше жителей. А мусор они будут жечь на заводах. Где места для кладбищ на ваших генпланах? Депутат из Венигорода, опомнитесь. Подумайте, кем вы станете? Защитниками народа, который будет вам благодарен и всегда поддержит. Или продажными марионетками. Везде в районе эта афера проходила с нарушениями закона и давлением сверху. Что делал в Звенигороде зам Иванова Бездудников? Звенигород пока еще независим. Бездудный. Извините. Глава Иршовского Бабурин заявил, если жители будут против, их размажут. На аргументы и мнения жителей у Иванова один ответ. Это эмоции. Также он будет отвечать и в городском округе на все ваши проблемы. По закону лишение Звенигорода статуса проводится голосование жителей. А они устраивают этот фарс. Может, мы живем не в правовом государстве, а в Колумбии? Или при африканской диктатуре? Зачем подрываете доверие населения? Может, вы диверсанты Запада? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Комиссаров Вячеслав Фёдорович, пожалуйста. Готовится Соловьёва Тамара Георгиевна. Пожалуйста. Добрый вечер. Я житель микрорайона Шихова, города Звенигорода, да? Комиссаров Вячеслав Фёдорович. 38-й год. Много я слышал здесь выступлений, много, значит, этих. Но всё-таки я пришёл к одному выведу. Вместе-вместе мы можем сделать больше. Я за объединение. Всё, больше я говорить ничего не буду. Присаживайтесь, Соловьёва Тамара Георгиевна. Пожалуйста. Готовится Тимохина Вера Владимировна. Пожалуйста. Здравствуйте, жители. Я житель микрорайона Супонева. Знаете, я за объединение, но хочу, чтобы учитывали наши депутаты, мнение жителей всех, сделали общее голосование. Как полагается по закону. Так как мы 1 сентября столкнулись с тем, что в школах нету парт, учителей сажают за школьные парты, сады переполнены, очереди, больницы практически не работают. Я бы хотела, чтобы это было объединение, но с умом. И оставили статус Звенигорода. Спасибо вам. До свидания. Присаживайтесь. Тимохина Вера Владимировна, пожалуйста. Поднимайтесь. Лапин Павел Владимирович готовится. Здравствуйте. Я хотела зачитать свои обращения с себя лично и хотела зачитать обращения Совета Общественного Движения Наш Двенигород. Но зачитывать я... Во-первых, это все есть в Совете Депутатов. Все послано, все зарегистрировано. Там категорическое против. Но я сейчас хочу спросить Ларису Викторовну Белоусову, по чьей инициативе было выдвинуто решение принято. Она первый раз собрала собрание Совета Депутатов. Второй раз собрала. На первом ей высказали нет. Она собрала второй раз. На каком основании? Я вот вас прошу, Марина Андреевна, вы представитель, вы имеете юридическое образование. Вы советник губернатора. Я вот вас прошу, решение Совета Депутатов городского округа Двенигорода. Городского округа Двенигорода, решение Совета Депутатов. Я вам его дам, а вы почитайте. Здесь совершенно написано название инициативы, которую вы должны рассмотреть. Вы приняли решение рассмотреть инициативу на каком основании? Кто вас доставил рассматривать эту инициативу? Кто? Кто? Это вопрос? Это вопрос? Нет, я хочу получить правовую оценку от представителя губернатора. Здесь написано рассмотреть инициативу, запятая, председателя Совета Депутатов. Мы ее будем рассматривать? Она уползла от этой инициативы, ваш председатель. Уползла. Она скинула на депутатов это. Что вы инициаторы. На каком основании вы стали инициаторами? Вам успевские? Они кто вам? Или... Они тем более были против. Вы посмотрите вот это вот. Вот это. Дальше. Где тут вот Иванов, который тут красивый стоял у нас? Нам обещал золотые горы. Нам обещал презентацию привести. Где она, эта презентация? Это все вранье. Мы в реестре не найдем. Мы в реестре не найдем этой презентации. Мы не найдем этих обещаний. Поставьте подписи, занесите в реестр вашу программу, а мы будем ее обсуждать. И сегодня это не слушание, а просто ознакомление. Если вы хотите, устраивайте нам голосование. Звените, проводите. На вас выслушали. Присаживайте. Владимир Владимирович, пожалуйста. Идет? Так, готовится имам Хаттаб Айдар Валиуллин. Есть у нас? Пожалуйста. Готовится. Готовится. Я, Лапин Павел Владимирович, житель Звенигорода, выступаю категорически против объединения города Звенигорода с городскими и сельскими поселениями Одинцовского района. В сентябре 2018 года Советом депутатов городского округа Звенигород утвержден генеральный план и проект землепользовательной настройки ПЗЗ городского округа Звенигорода. Документы были приняты после длительных обсуждений, консультаций. Были рассмотрены множество замечаний и предложений жителей. В ходе ряда встреч с депутатами и представителями администрации. И были выработаны документы неидеальные, к ним остались вопросы. Однако главное, что было закреплено, что в городе больше не будет массовой многоэтажной застройки. Муниципальная власть, депутаты, администрация, находясь рядом с нами, здесь прислушались голосу разумных жителям. И действительно, ведь строить больше некуда. Этого перевалить в Восточный, Супонево, Южный. Все беды у нас в бездумной застройке. И вот появилась была надежда, что наши местные власти это поняли. И вот теперь, если объединение состоится, это все поет прахом. Очень скоро после объединения, вместо принятое общими усилиями генплана, мы получим новый, спущенный сверху. И кто там в Одинцово нас услышит? Никто не услышит. На примере соседей Красногорска мы видим, что вся свободная земля, в перспективе каждый клочок был и будет отдан под застройку. А в итоге, через 10-15, максимум 20 лет, звени город и окрестности на километры от Аксинина до Ершова и Голицына превратится в многоэтажный мегаполис, застроенный 17-этажными домами и торговыми центрами между ними. А нашим детям и нам, а потом и внукам здесь жить, и вашим, уважаемые депутаты, тоже. Сейчас, нужно сказать, решительней нет, отклоните эту безумную инициативу, иначе стыдно будет смотреть в глаза соседям, детям и внукам. И по поводу самой инициативы, уважаемые депутаты, не забывайте, что любая инициатива, мнение, суждение, как каждого депутата, так и всего совета в лице председателя, есть опосредованное через вас мнение нас, жителей, избирателей. И так вот, кто-нибудь за время исполнения вами должностных полномочий, хоть кто-нибудь из жителей Звенигорода обращался к вами, к вам с предложением упразднить Звенигород путем слияния с Одинцовой, хоть один избиратель приходил к вам с таким предложением? Да, конечно же, нет. Конечно же, не приходил. Но это безумная инициатива. Это в голове не укладывается. И поэтому, о какой инициативе можно идти? Что мы вообще сейчас рассматриваем? Чья это инициатива? У жителей Звенигорода категорически против, решение очевидно, оно против. Мы свою уменьшую, они взяли свою уменьшую, мы взяли все, они за жители, приезжали, понаехали ее. Так, пожалуйста. Готовится Литвиненко Александр Юрьевич. Добрый вечер, уважаемые жители города Звенигорода. Сразу хочу сказать свою позицию, что я за объединение. Но, наконец-то, я здесь увидел людей, которые высказывают свое мнение, хотя иногда чересчур эмоционально. И хотел бы услышать, наконец, все, кто против объединения, конструктивно. Почему против? Почему за? Почему за? Упраздняется сразу аппарат. Аппарат. Упраздняется. Потому что федеральные программы, федеральные программы в городе Звенигороде буксуют. Буксуют не просто так. Вы же поймите правильно. Вот вы сейчас, вы все высказываетесь с места. Соберитесь. Вот я видел здесь люди, инициативные группы. И поставьте все вопросы, которые у вас есть. Я согласен с уступающими, что этот вопрос поднят рано. И очень сырой. Его стоит проработать. Что нужно сделать референдум всех жителей города Звенигорода. И после этого референдума только уже выносить свое мнение. Все, спасибо. Не буду больше отвлекать. Спасибо. Присаживайтесь. Разрешите вопрос аргументированный. Разрешите? Можно задать вопрос? Нет, со сцены. Вы же сказали, вы ответите на вопрос. Можно вопрос вам задать? Пожалуйста. Гражданин Андрей Роберт Чеванов, который нас покинул, три года назад в интервью статье Барвихи говорил. Никаких объединений. Получается, он врал три года назад? Статья существует. Получается, Андрей Роберт Чеванов, он покинул зал. Но я хочу вас просить. Так, все, давайте мы продолжаем слушание. Уважаемые жители, пока еще городского округа Звенигорода, мы сегодня собрались на публичное слушание. А для чего мы здесь собрались? Отвечаю. Для того, чтобы довести точку зрения большинства жителей города до сведений депутатов, которым мы доверили на выборы в городской совет, представлять наши интересы на местном уровне. Собственно, мнение жителей и уточнять не нужно, оно и так очевидно. Никогда я не видел такого единодушия и сплочения населения, если только в 41-м году. Много было сказано об историческом и культурном аспекте фактического уничижения и уничтожения города Звенигорода. Замечательно сказала Вика Вдовина, Мельниченко, Седов о полях, лесах и лугах. Но, это все лирика, новгородского вещи нет, а совет депутатов есть. Я думаю, что каждый здесь находящийся отдает себе отчет, что большинство депутатов нас продали. И может быть, некоторым стыдно, но я почти не знаю примеров, когда люди возвращали подачки и меняли решение на противоположное. Если только за большие подачки. Но у нас, кроме оказанного доверия, ничего нет. Я не верю, что депутаты Мессиожника, Рувинов и другие сдали жителей город при повторном голосовании, так как в первый раз не поняли вопроса. Не сомневаюсь, что почти всех продажных обязательно кинут. Вспоминаю мышиную возню при выборе председателя совета, а затем цирк с конями и скорой помощью для депутата Рувинова, который не знает, как он будет голосовать. Так что сливать и сливаться для фейкового и не фейкового председателя совета – часть их трудной повседневной работы. Сродни древнейшей профессии. На публичное слушание обычно сгоняют бюджетников и удобряют проплаченными тетками для массовки. Практика давно отработана. Выступать в поддержку объединения поручат каким-нибудь зарплатозависимым врачам, учителям, депутатам за их родственникам, профоргам, фарторгам и иным любителям грязной работы. Но их голос будет каплей в море голосов, выступающих против. А через короткий промежуток времени эти библейские персонажи подотрутся мнением жителей, проголосуют за ликвидацию городского округа Звенигорода. Тем не менее, нет сомнений, что многим депутатам движет идея поскорее высадить из администрации варягов-вахтовиков. Но прежде чем закончить свое выступление, хочу сказать, что у подавляющего большинства сотрудников администрации нет в долевой собственности гостиниц, магазинов, дикси, офисных помещений и так далее. А есть семьи. И двухмесячные покойки не будет им подарком к Новому году. Поэтому я хочу видеть Звенигород самостоятельной муниципальной единицей. Большое спасибо депутатам, которые поддерживают муниципальное образование. И если городской округ прекратит свое существование, то считаю необходимым напомнить всем старую русскую пословицу. Доб, платья жон, красен. Уважаемый президент, я прошу меня сразу добавить время Бориса Дмитриевича Старикова, которую он передал своим соратникам. Нет, не 40 секунд, минуту. Первое, что я хочу сказать, да, уже было сказано достаточно, что эта реформа незаконна, и хочу поддержать, что она еще антиконституционна. Это то, что сейчас происходит, это действительно без всякого преувеличения, это подрыв основ в конституционном устрое Российской Федерации. Это тяжкое преступление. И вы все, кто примете это решение, в нем соучастники. Статья 131 Конституции гласит, что местное самоуправление осуществляется в городских, запятаях, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Я понимаю, что для вас исторические и иные местные традиции пустой звук, и то, что город, который был административным центром огромных территорий и 700 лет, ну да, летописный 700, имел собственную власть и никогда административно не подчинялся другим образованиям территориальным, для вас это пустой звук. Да, и, видимо, очевидно, такой же пустой звук и требования Конституции, но для нас это не так. Второе, что я хочу сказать, что все, что говорится «за», это, конечно, наглое, циничное вранье. Ну и господин Голубков поступал уже у нас на слушание в сельском поселении Линское Красногорского района. Наше сельское поселение Линское, бывшее, кстати, тоже Звенегородский уезд, преобразовали в городской округ. Что мы получили? Местные нормативы, местный ПЗЗ, генплан выбросили в помойку. Просто выбросили. Разработанный за бюджетные деньги и принятый. Разработали по заказу в архитектуре Московской области новый генеральный план. И в этом генеральном плане в преамбуле написано «Цель генерального плана – преобразование бывших сельских территорий в высокоплотные, урбанизированные городские образования». И вы вынесете за это ответственность. Вы нам врали, врали в глаза. Врал в глаза губернатор Воробьев, который лично мне, лично мне на собрании, после вручения президентской премии, заявлял, что он не допустил строительства Мортенграда. И после чего он его подписал и первую очередь, и вторую, и третью. На наших сельских территориях. Нет никакого сомнения, что все сельские территории Одинцовского района уйдут под многоэтажную застройку. Вы говорите, что сохранятся нормативы. Это не так. Местные нормативы для строительного проектирования, требования нормативов областных и требования схемы территориального планирования Московской области действуют в отношении сельских поселений, как муниципальных образований. Сельских, городских и даже городских округов. В случае ликвидации муниципального образования, эти нормативы автоматически прекращают свои действия. И, безусловно, будут действовать новые нормативы, разработанные для всего городского округа. Это очевидно. Что касается заботы. Андрей Робертович говорил, как он заботится о Савино-Старожевском монастыре. Это смешно. Савино-Старожевский монастырь, Успенский собор на городке, Веденская, Уборы, все памятники вообще Звенигородского уезда, имеющие мировое значение, до сих пор не имеют охранных зон. Ни один памятник не имеет охранной зоны. Это позиция губернатора, вопреки президентским поручениям, вопреки требованиям закона, не утверждать в Подмосковье охранные зоны, для того, чтобы их можно было застраивать. То же самое с историческим поселением Звенигород. Не утвержден ни предмет охраны исторического поселения, не утверждены границы исторического поселения. Все эти территории вольются в границы городского округа, как белое пятно, пригодное для освоения застройства. Я попрошу включить микрофон на одну минуту. Он, по-моему, в одну минуту говорил, да? Что касается, что объединимся, жить станет лучше. Ну, вы знаете, такое ощущение, что нас пытаются загнать в какой-то административный маразм, что у нас уже ни у кого нет памяти. Ну, знаете, я молодой человек, но я застал реформу начала нулевых, когда ликвидировали сельские и городские советы и образовали единые районы без сельских поселений, с территориальными управлениями. Это было худшее время в истории Московской области, в истории Одинцовского района и в истории тех территорий, которые сейчас находятся в городском округе Звенигороди. В это время была распродана вся земля, в это время ни до кого невозможно было достучаться. В 2006 году на федеральном уровне было принято решение, что управление такими огромными территориями, тем более такими густонаселенными, как в Московской области, из единого центра невозможно. Были воссозданы сельские и городские поселения, формировалась нормативная база годами. Я, как муниципальный депутат, тоже в этом участвовал. И сейчас, спустя каких-то 15 лет, нам говорят, как будто бы этого ничего не было, понимаете? Как будто бы не принимались законы, не было выступления на госсовете, не выступал губернатор Громов, не выступал губернатор Воробьев, понимаете? Нам сейчас опять говорят, что мы объединимся, и все будет хорошо. Все будет еще гораздо хуже. Еще раз хочу, прошу всех услышать, не верить ни одному слуху. Рожнок Олег Александрович, пожалуйста. Готовиться и хам «Казраб Садыков». Рожнок Олег Александрович, пожалуйста. Сидите. Депутат Московской областной думы, председатель комитета по образованию, культуре и туризму, в прошлом министр культуры Московской области, который Звенигороду присваивал звание исторического поселения, как и городам Верерии и прочим. Коллеги, здесь идет разговор, как будто впервые о том, что появляется гурокруг. Городские округа, вот такие обсуждения шли уже много где. Скажу так, полтора года назад мы прошли всю эту процедуру в Нарофаминском районе, который теперь является городским округом. Что за это время, что изменилось? Города Верия и Апрелевка, как были городами, они так и остались. Больше того, именно тогда 131 закон мы поменяли, здесь было некорректно сказано. И в городском округе есть и города, и города воинской доблести, и города исторические. Поэтому Верия, вы можете спросить, позвонить Верию, они живут по тем же правилам. Никакая высотная застройка к ним не шагнула. И больше того, подавляющее большинство нарафаминцев сейчас относятся нормально к тому, какая система управления. Что касается шаговой доступности власти. Территориальное управление, которое есть в Верии, Апрелевке, во всех поселениях, они находятся в тех же помещениях и решают те же вопросы, только в единой команде, в единой системе. Они не перебрасывают ответственность с поселения на нарафаминский район муниципальный, так же, как и район не перебрасывает эту ответственность вниз. Идет нормальная работа в рамках единой команды. Что касается стройки. Все вопросы стройки решаются на областном уровне. Одинцовский район никаким образом, как и нарафаминский, не влияет на заступку к этим городам и поселениям. Что касается бюджета. В Апрелевке, тут кто-то сказал, что Апрелевке стало хуже, на следующий год запланировано строительство школы искусств, построена новая школа в этом году, открывается стадион и будет открываться парк. В Верие будет строиться ФОК. Верия бы никогда за свои деньги ФОК не осилила построить. Что касается количества депутатов. Если кому-то в поселении нужно больше депутатов, то можно избрать территориальное общественное самоуправление. И эти люди будут на территории вместе с вами работать. Иметь 20 с чем-то депутатов, которые не обладают ресурсами и возможностями, поверьте, несколько хуже, чем 2-3 депутата, которые имеют влияние и могут входить в государственную программу. И последнее. Бюджет Агенцовского округа 19 миллиардов. У вас сотни миллионов. Вы вольетесь в общий бюджет. И сейчас те, кто против, это любят люди, либо... Спасибо, Олег Александрович, присаживайтесь. Ирикан Назрак Садыков, пожалуйста. Пожалуйста. Кто готовится? Готовится Наиль Хазрат Акчурин. Пожалуйста. Акчурин. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый. Добрый вечер, доброй ночи, уважаемые звенегородцы. Вопрос очень сложный. Я надеюсь, будут услышаны все мнения, все пожелания. Но я, со своей стороны, так как представляю духовную программу мусульман Московской области, скажу только от имени мусульман. Конечно, мусульмане из Венигорода и... Уже переваловался тоже. Нет, нет, я не скажу против. Нет, мусульмане всегда идут вместе с властью. Никогда не идут против. Почему? Потому что... Не надо смеяться. Потише, пожалуйста. Потому что мы поддерживаем Андрея Воробьева, тот курс, который он взял. Потише, пожалуйста. Собретайте порядок. Да, вы поймете. Потому что у каждого есть свое право выбора. У вас, конечно, тоже есть этот выбор. Спасибо большое. Присаживайтесь. Спасибо. Наиль Хазрах Акчурин, пожалуйста. Прошу нести протокол. Один мусульманин Бродик. Не за всех сказали. Еще раз. Наиль Хазрах Акчурин есть? Нет. Переходим к следующему. Совков Виктор Алексеевич, пожалуйста. Готовится Петрова Любовь Николаевна. Проходите, пожалуйста. Проходите. Алло. Дорогие товарищи, я Совков Виктор Алексеевич. Я против соединения Одинцова. Не нужно Одинцова. У нас был этот, как его, Воробьев. И когда он, у нас, если Смирнова выберете, я вам автобусы отдам. А он мне автобусы, нет, за Смирнову пошел. Отдал. Вор, жулик этот, Воробьев. Вот что он такой есть. И что мы будем говорить? А он мне наговорил. Я подошел и говорю. Это ты что, свои деньги не даешь? А он ничего не сказал. Как это так сказать? Я вам автобуса шесть штук. Один оставил только. Бессовестный. Вот такие дела. Еще. Я только за город. Я прожил тут с шестьдесят седьмого года. Не как один. Тут десять, пять годов. А я вот с шестьдесят седьмого года. Шестьдесят. У меня дочь родилась здесь. Унуки здесь. И все остальные я. Я живу прекрасно. Конечно, как прекрасно. У меня жена вот померла. Голошу каждый день. К ней хожу на кладбище. Каждый день. И стоим в квартире раза был уже. Вот, дорогие товарищи, как. Я даже не как узнал, что звенирует хоть. У меня сердце стало совсем камнем. Это невозможно. Позор. Нашим депутатам. И Игорь, вот позор. Который опронтовал второй раз. Вот позор строгоста. Мы его выбираем, сабудиста. А он гад так и сделал. Вот что он и сделал. Поняли? Вот позор на всю вселенную. Кому вы... Я буду стыдно сидеть. Сидеть, стоять вот тут. Сидеть на трибуне. Я буду собрать. Я его выкрики из партии. Из этого депутатской. Чертой матери. Вот. Позор. А он опозорил нас коммунистов. Ну вы не бойтесь коммунистов. У меня мать была разведчица. Коммунистка была. Знаете, она спасла еврененка. В колодец бросала. Хвинный. Усопилась. А мне один еврей сказал. А мать его родная убежала. А он сказал. Правильно она и делала. Мать. И вот ребенок еще будет. Вот какая мы... Микрофон, пожалуйста. Аккуратненько. Ну пойдем. Я... Что? Дорогие товарищи. Голосуйте. Петра. Только за... Чтобы наш винирован был один. Все. Спасибо вам за внимание. Так. Петрова Любовь Николаевна. Я не сказал. Виктор, дорогой. Я беспартийный. А вот. Да, я беспартийный. Ну я... Я не в парке. Я беспартийный. Петрова Любовь Николаевна. Пожалуйста. Есть у нас Петрова Любовь Николаевна? Петрова Любовь Николаевна. Петрова Любовь Николаевна. Готовится к Голозунову Надежда Вячеславовна. Ну а как я его переключу? Я и поэтому потом чуть позже. Конечно. Конечно. Уважаемые звенигородцы. Уважаемые гости нашего города. Сегодня мы решаем судьбу нашего города. Ну может быть не совсем решали. Решать ее будут потом депутаты. Нет. Нет. Мы будем решать или не депутаты. Пока... Пока мы с вами обсуждаем этот вопрос. Ну и вот в сетях я посмотрела про нас. Про совет ветеранов написали. Ну бывшие тоже будут за голосовать. Голосовать мы пока не будем. У себя мы голосование провели. И понятно, что часть людей против, часть людей за. Я хочу сказать, как бывшие, как назвали в сетях. Город Звенигород. Старый город. На следующий год 680 лет. 680, 1339 год. Первые упоминания в летописи. Город старый. Мы все за него переживаем. Мы все здесь живем. Я прожила в городе 45 лет. Все 45 лет я проработала на территории города. И конечно же, очень хочется, чтобы наш город никогда не перешел под другим названием. Другое название. И я думаю, убедительно сегодня сказали на примере других городов. Если даже пройдет объединение, то город Звенигород остается городом. Вот сегодня я как бывшая хотела бы вспомнить имена. Валентин Николаевна Ермаковой, почетный гражданин города Звенигорода. Выборнов Николай Павлович, почетный гражданин города Звенигорода. Сколько было сделано? Это они сделали город Звенигород самостоятельным муниципальным образованием. Это они сделали, что в городе своя власть. В городе свой бюджет, свои депутаты. И на сегодняшний день, что мы имеем? Они все сделали. Сделали в городе мост. Сделали нам прекрасный парк. Согласитесь, парк, наш мемориал славы. Мне очень жаль, что на сегодняшний день администрация нашего города довела до такого стояния города, что мы стали чуть ли не банкротами. Надо объединяться. Спасибо. Глазунова Надежда Вячеславовна, пожалуйста. Подише присядьте, пожалуйста. Вы уже выступили, будьте добры. Глазунова Надежда Вячеславовна, пожалуйста. Готовится Шульгинова Алена Владимировна. Работает? Добрый вечер. Я считаю, что нам надо объединиться с Одинцовым. Я вообще не понимаю, почему люди против объединения. Мы живем в одной стране, в Московской области живем. И отделяться, проводить какие-то референдумы, я не понимаю, почему вы против. Нет. Все, спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Шульгинова Алена Владимировна, пожалуйста. Нету? Нету. Шестопалов Николай Евгеньевич, пожалуйста. Готовится Голда Валерий Леонидович. Пожалуйста. Здравствуйте, горожане, земляки. Я Шестопалов Николай. Моя семья проживает в городе с первой половины 19 века. Мне не нравится. Мне не нравится, что такое жизненно важное для города решение обсуждается по инициативе Одинцовского муниципального района, который к Звенигороду никакого отношения не имеет. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне не нравится, что практически нет никакой информации о предстоящем объединении. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благие дела, что-то мне подсказывает, таким образом не делаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь, обращаясь к минусам, хочу выделить основной негативный аспект предстоящего объединения. Это ликвидация исполнительного и представительного органов власти. В результате мы получим структуру власти, фактически независимую от нас, от жителей города. Неужели нам это нужно? АПЛОДИСМЕНТЫ Господа депутаты, неужели мы вас выбирали для того, чтобы вы нас лишили возможности в будущем выбирать? АПЛОДИСМЕНТЫ Создаются просто тепличные условия для злоупотребления властью в дальнейшем. Ни для кого не секрет, что коррупция расцветает бурно именно там, где влияние народа на власть по каким-то причинам ограничено или его совсем нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто будет защищать город от аппетитов современных девелоперов? Они просто сотрут с лица земли его. При таком подходе мы недалеки от действительности, когда будет произнесена фраза «На этом месте когда-то стоял старинный русский город Звенигород». АПЛОДИСМЕНТЫ Все остальные минусы, которые здесь уже озвучивались, так или иначе вытекают именно из-за потери возможности самоопределения и влияния жителей города. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Я против. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Присаживайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Голда Валерий Леонидович, пожалуйста. Есть? Идет. АПЛОДИСМЕНТЫ Готовится Кравцова Юлия Викторовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Многие меня знают, но кто не знает, я представлюсь. Я Голда Валерий Леонидович, заведующий отделом соцзащиты города Звенигород, министерства социального развития Московской области. Но вот когда только начинался этот вопрос по поводу объединения, многие говорили и подходили ко мне и звонили, и многодетные наши мамы обращались и спрашивали у меня. Валерий Леонидович, ну вы знаете, это очень много бьет разговоров о том, что определенные структуры государственные будут упразднены и соответственно не будут работать на территории городского округа Звенигород. Как вы многие знаете, что отдел Звенигородский обеспечивает не только городской округ Звенигород, но и Иршовское сельское поселение. Поэтому я вам могу сказать, что как отдел работал на территории городского округа Звенигорода, как он обеспечивал жителей городского округа Звенигорода и Иршовского сельского поселения, так он и будет этим вопросом заниматься. Вопросы, пожалуйста, если вам необходимо задать, пожалуйста, приходите в отдел, мы проводим очень много своих мероприятий, послушайте, мы дадим вам все ответы на ваши вопросы. Я не услышал, может вопрос? Что? Ну, вы знаете, в мои полномочия это не входит, я не могу, я слышу здесь и положительные... Послушайте, пожалуйста, вот вы послушайте, пожалуйста, что я скажу. Я вот здесь ел на галерке, очень хорошо слышал, как говорили там, не знаю, оппозиции или те люди, которые против этого объединения. Ну, на самом деле, я думаю, что мнение каждого человека очень важно, понимаете? Поэтому голосование давайте проведем. Я еще раз повторяю, я хочу сказать только одно на данный момент, что те разговоры, которые ведутся в городе о том, что отдел социальной защиты не будет на территории города, и вам придется ездить в Одинцовское, нет такого, нет таких каких-либо, даже предпосылок, ну вот. А то, что касается уважения друг к другу, оно действительно надо уважать, потому что каждое мнение... Всего доброго. Давайте учтем мнение каждого. Кравцова Юлия Викторовна готовится блондинская Галина Ивановна. Пожалуйста. Добрый вечер. Я, скорее всего, категорически за. Объясню почему. Вы все говорите, что Звенигород застроят. А Юршовы застроили? Нет. Так он же тоже округ. Нет. Все, подождите. Нет. Но он не городской округ. Подождите. Дайте мне сказать. Все говорили, я молчала. Надо было слышать. Подождите. Вот вы смеялись над женщиной, которая сказала, что они увидели свет, да? С Каринского. А я могу сказать, что мои родители, живя в Фуньково, увидели наконец-таки, извините меня, что копается газовая труба под газовую котельню, которую люди ждали по 40-50 лет. И это благодаря тому, что Фуньково стала Ершова. А Ершова это Одинцова. Между прочим, я, например, надеюсь, да, что у нас будет, например, парк номер 2 Ларисы Лазутиной в Звенигороде. Я надеюсь, что у нас будет, извините, лучше в школах. Вы говорите про вторую смену. А мой ребенок уже ходит в вторую смену. А у большинства ходят в первую. Пускай ваши тоже походят во вторую. Ничего страшного. Мы же учимся так. Поэтому я, в принципе, за. Спасибо. Галина Ивановна, пожалуйста, проходите. А где Белоруссия? Добрый вечер. Я сегодня хочу присоединиться к тем, кому, наверное, сложно. Как сложно всем, которые пытаются идти впереди и нести какую-то новую идею. Простите, дорогие звенигородцы, что мы к вам понаехали. Может быть, мы и родились здесь, но вы приехали умирать сюда. И нам не безразлично, как будут жить наши дети и наши внуки. Я приехала из провинции. Четыре года в Звенигороде. Я понимаю людей, которые здесь родились. Да, это российский прекрасный, яркий исторический центр. Но я сижу и как в мультике, который смотрю с внуком. Про золотой коречко. Вот берет Саняна Стажевский монастырь. Встал со своего места и улетел в Одинцово. Вот взялись в церкви и не нравится. А как вы кричите? А как вы кричите? У нас микрофона нет. И никто же ваши культурные ценности в Одинцовский район не возьмет? Где же вы были, дорогие звенигородцы, когда, как вы говорите, строили эти монстры жилищные, куда приехали мы? Посмотрите в зале. 70% людей в самом хорошем возрасте за. А молодые, которые заселяют эти районы и приехали сюда жить, потому что знают, что Звенигород это хорошо. На работе в Москве и в том же Одинцово. С детьми мы ездим куда? В Москву и в том же Одинцово. В парке мы ездим куда? В Москву и в том же Одинцово. Я понимаю, что Звенигород прекрасно. И никто, защищенный государством исторические ценности, не собирается изымать и везти куда-то к себе на дачу. Но мы живем в другое время. Понимаете? В другое. И вы имеете право... И поэтому я имею право на свою точку зрения. Я за объединение. Спасибо. Спасибо. Захарова Юлия Александровна. Захарова Юлия Александровна, пожалуйста. Уважаем мнение всех. Всех хотим выслушать. Пожалуйста. Готовится Амбарцумов Андрей Евгеньевич. Есть? Будьте добры, да. Будьте добры, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые звенигородцы. Меня зовут Захарова Юлия Александровна. Я хотела бы выразить свою позицию относительно этого вопроса. Я за объединение. Я за объединение. И я убеждена, что наша жизнь с вами станет лучше после объединения. Спасибо. Спасибо. Присаживаемся. Андрей Евгеньевич, пожалуйста, проходите. Готовится Шиков Дмитрий Алексеевич. Здравствуйте. Амбарцумов Андрей Евгеньевич, житель Верхнего Посада. Я совсем недавно переехал в Звенигород из родной моей Москвы. И происходящее сейчас вызывает у меня тревогу за будущее города. Потому что сейчас, когда публичные слушания проходят в Звенигороде, наш голос слышен. Если они будут перенесены в Одинцово, наш голос слышать не будет. И когда будут принимать новый генплан, когда будут принимать новые правила землепользования и застройки, когда решат изменить вид разрешенного использования любого Звенигородского земельного участка, они в Одинцово будут разбираться, решать без нас. Нам сейчас рассказывали о том, какие плюсы должны быть у объединения. При этом не было названо ни одной конкретной цифры. Нам не говорили, откуда собираются взять деньги из Барвихи. Барвиха не хочет присоединяться. Не получится ли так, что за счет распродажи свенигородских земель будут ремонтироваться кубинские военные городки? Кто даст гарантию, что этого не произойдет? Нам говорят, что Звенигород на грани банкротства. Так это не повод присоединять его к Одинцово. Это повод разбираться с теми, кто довел город до такого состояния. Кто покупает стеллы, ставит стеллы за 13 миллионов рублей, неизвестно с какой целью. Референдум до сих пор не проведен. И его не собираются проводить, потому что боятся, потому что знают, что звенигородцы будут против этого объединения. Не брывайте объединению. Звенигород должен быть городом. Спасибо. Шиков Дмитрий Алексеевич. Готовится. Осадчая Светлана Евгеньевна. Добрый день, уважаемые звенигородцы. Добрый день или вечер, уважаемый президиум. Я поддерживаю объединение двух муниципальных образований. И постараюсь объяснить, почему. Во-первых, та сфера, которой я руковожу, это самая затратная сфера в городском бюджете. 70% мы тратим на образование. Свыше 230 миллионов у нас исходит из местного бюджета на образование. Нам этого не хватает. Мы эти деньги бросаем только на заработную плату и на поддержание штанов. Сегодня много говорили про детские сады. Я хочу сказать про ремонты. Нам необходимо делать капитальный ремонт объектов образования. Кровли, стены и все остальное. Нам необходимо строить новые объекты образования. Детские сады и школы. Нам необходимо развивать дом детского творчества. Мы не можем, к сожалению для меня, в рамках существующего бюджета это сделать. Это факт. Поэтому, имея те возможности Одинцовского района, Да, это не скромно. Мы надеемся, что мы будем жить за счет Одинцовского нынешнего района. Но имея те возможности, которые сегодня имеет Одинцовский район, мы сможем развивать нашу систему образования. Мы сможем развивать наши классы и группы. Мы сможем приобретать современные образовательные комплексы. Те, которые есть сегодня в большинстве школ Одинцовского района. Мы тесно взаимодействуем с этими школами. Говоря о еще одном интересном факте. Вот много говорило о детях, которые дети ОВЗ. Сегодня на территории нашего города нет специализированных образовательных организаций, которые занимаются детишками-инвалидами. А на территории Одинцовского района она есть. И мы сегодня обмениваемся кучей документами, чтобы попросить умолять кого-то зачистить этого ребенка. Поэтому, уважаемые зенегородцы, новое это всегда страшно. Я вас прекрасно понимаю. Но уверен в том, что вместе с нашими коллегами, с которыми мы тесно и давно работаем, имею в виду педагогов, у нас получится многое. Только вместе и только вперед. И я поддерживаю этот процесс. Светлана Евгеньевна, пожалуйста, следующий готовится Надежда Ивановна Макгебришвили. Пожалуйста, готовится. Добрый вечер. Очень сложно говорить, когда уже столько много было сказано, чтобы не повторяться. Но все-таки я попробую. Много у нас хорошего и много и плохого. Но вы знаете, наверное, каждый звенегородец и все сидящие в этом зале с надеждой смотрят в будущее. Я работаю в школе учителем. Я с гордостью несу это звание. И понимаете, мне очень обидно, когда такие замечательные дети, наши дети, да, они учатся во вторую смену. Я говорю прямо уже узко, вот то, что наболело. Вторая смена. Мы все прекрасно знаем, что спад умственной активности по биологическим ритмам выходит на вторую смену. И нам очень хочется, чтобы наши дети учились достойно. В первую смену страдают все домообразования. Кружки, секции. Дети это теряют. Потому что начинаются занятия в час пятнадцать, а заканчиваются в шесть. Это как, нормально? Нет. В четырнадцатом году в нашей школе, школе номер два, наш бывший мэр Ставицкий прилюдно при всех детях, родителях и гостях объявил, что, даже раньше, что в четырнадцатом году мы войдем в светлую, новую, современную, оснащенную школу. Сейчас уже на пороге девятнадцатый год. Мы также плетемся со второй смены. Ставицкий, федеральный министр, строительство. Очень обидно, очень жалко. Скажите, пожалуйста, к кому нам обратиться? Веду родительское собрание и вселяю в родителей надежду. Скоро будем учиться в первую смену. Родители говорят, Светлана Евгеньевна, мы закончили школу, наши дети закончили, наши внуки пошли, и все еще вторая смена. Вот это узко. То, что очень наболело. К кому нам обратиться? Как нам быть? И очень много вопросов. Хочется иметь оснащенные светлые классы, полностью оборудованные. Спасибо. И нам это все Одинцово-то? Откуда оно возьмется в Одинцово? Так, Надежда Ивановна, пожалуйста, пойдет. Так, следующий готовится Свинаренко Дмитрий Викторович. Есть у нас? Да. Пожалуйста. Уважаемые звенигородцы, я руководитель МФЦ, и, наверное, каждый, кто здесь находится в зале, обращался в наш офис за какой-либо услугой. Мы все прекрасно знаем, что все услуги, вот много сейчас здесь оппонентов говорили о том, что будем ездить в Одинцово за какими-то справками. Да вы же знаете, что все справки сейчас получают в МФЦ. И, значит, я что хочу сказать? Вот я хочу сказать особую благодарность нашему главе города Александру Валерьевичу Смирнову и всей его команде и финансовому управлению нашего города за то, что они очень хорошо поддерживают МФЦ. Да, большое спасибо. Но существует законодательство, которое не разрешает нам открывать более окон в Звенигороде, потому что зависит от количества проживающих, зарегистрированных граждан. У нас зарегистрированных граждан 23 тысячи, поэтому 5 окон. 5 окон катастрофически не хватает в связи с чем? В связи с тем, что рядом у нас Одинцовский район. Одинцовский район весь, практически, вот Ершовское поселение, Каринское, вот даже Захаровское, Голицыно, все едут к нам сдавать документы. И вы все наверняка сидите у нас часами в МФЦ. От нас эта очередь не зависит, потому что, еще раз повторяю, окна рассчитаны на город Звенигород. А Одинцовский район почему приезжает? Потому что экстерриториальность никто не отменял, а ее только расширяют. Вот с сегодняшнего дня принят закон о том, что расширяется по экстерриториальности не только услуги социальной защиты, но и услуги, значит, муниципальные. То есть гражданин, проживающий в Одинцово, он может прийти к нам и запросить услугу по муниципалитету, по Одинцово. Это большая нагрузка на моих сотрудников, которые, в отличие от Одинцово, получают гораздо меньшую заработную плату. И я считаю, что при объединении у нас будет возможность открыть еще больше офисов МФЦ, в которые вы будете приходить и достойно получать услуги, как у нас положено, за 12,5 минут. И не писать на меня, как вы сейчас все пишете, жалобы о том, что руководитель МФЦ не принимает меры. Я вам объяснила, какая ситуация. Пять окон. Законодательство не разрешает открывать больше. Я в этом считаю, что положительное за объединение. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Дмитрий Викторович, пожалуйста. Так, готовится... Добрый вечер. Марика Алексеевна. Доброгородец, поживу в Звенигороде уже 51 год. По существу, конкретно с фактами, цифрами и так далее, являясь заместителем руководителя спортивного комплекса «Звезда». Муниципальное задание составляет 3 миллиона рублей. Коммунальные платежи за год составляют в районе 5 миллионов рублей. Область по развитию спорта, по содержанию спортивных сооружений требует 50 на 50%. То есть 50% выделяет администрация, 50% зарабатывает спортивный комплекс. Сейчас спортивный комплекс зарабатывает 90%. Финансируется только на 10%. Соответственно, ну я не знаю, многие ходят в спортивный комплекс, кому-то нравится, кому-то нет. Но сам факт, что никакой оборудования, ничего мы поменять не можем. Зная, и конкретно все могут это подтвердить, что в Одинцовском районе конкретно выделяются суммы, превышающие в десятки раз те суммы, которые выделяются нам на содержание и эксплуатацию. Денег у нас хватает, скажем так, только на зарплату персонала. Кроме этого, задержек никаких нет. Но для того, чтобы развиваться, менять тренажеры, скоро вы это ощутите, если не будут выделены деньги, в следующем году истекает срок эксплуатации чаши для купания. Поэтому, если не будет заменена чаша, соответственно, МАУ и СК «Звезда» можно закрывать. Доходность будет вообще никакая. Дальше. Что хотелось вот по этому поводу сказать. Да, я за объединение, потому что реально знаю, вы даже зайдите на любой сайт, каждый спортивный комплекс отчитывается по своему направлению за год. К примеру, возьмем мысль, не буду утверждать. К примеру, пару лет назад «Звезде» было выделено 16 миллионов, заработали 29 миллионов. Я за объединение. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Севрук Марина Алексеевна. Есть у нас? Будьте добры, пожалуйста. Готовится Томская Юлия Константиновна. Пожалуйста. Я скажу коротко. Я за объединение. Я житель Звенигорода, прожила в Звенигороде 60 лет и все время завидовала Ершову, Успенскому. И хочу, чтобы мои дети жили в таком же достатке, как и те. Они имеют на это право. Спасибо. Томская Юлия Константиновна, пожалуйста. Я ж успею. Спасибо. Что-то еще не пошло. Готовится Гаврилова Нина Алексеевна. Пожалуйста. Добрый день всем. С большим уважением к мнению каждого, кто пришел сегодня. Я новый житель Звенигорода, проживаю в Супонево. Большая, огромная территория в Супонево отдана подплатную парковку. Люди продолжают парковать машины на тротуарах, мешают проходу пешеходам, мешают детям полноценно играть. Я хочу, чтобы объединились и помогли решить эти вопросы. Спасибо большое. Помогли как? Соседи пересажали что ли? Гаврилова Нина Алексеевна, пожалуйста. Готовится Сидоренкова Евгения Алексеевна. Добрый вечер, уважаемые жители Звенигорода. Я в Звенигороде прожила более 50 лет. Город наш видел и хорошее, и плохое. Вспомните, правда здесь не так много старых жителей. Что у нас было в Звенигороде, сколько рабочих мест было. Сейчас ведь кроме магазинов, аптек и парикмахерских ничего нет. Где нашим детям работать? Где нашим внукам работать? В аптеках и парикмахерских. Все разбили. Вы говорите, будут застраивать. Где застраивать? Ничего нет. Никаких земель уже нет, чтобы в Звенигороде что-то еще строили. Все смогли. Это уже сельские поселения, но не Звенигорода. Вы бы сами на себя посмотрели. Посмотрите, у нас три улицы центральных. Одна единственная нормальная. А остальные какие? Наш квартал Маяковска, улица Маяковска, частные поселения. Не огородились заборами. А там ходишь, спотыкаешься. Никто не хочет выйти и убрать за собой ни мусор, ни траву покосить. Но на газонах ставят машины. Я за объединение. Пусть наши дети хоть растут. Спасибо. Присаживайтесь. Сидоренкова Евгения Алексеевна. Пожалуйста, готовится. Скурлатова Татьяна Алексеевна. Добрый вечер, уважаемые Звенигородцы. Я скажу куртко. Я лично хочу поддержать объединение городского округа Звенигород с Одинцовским районом. Потому что данная процедура, я считаю, даст толчок в развитии нашего города. Помимо выхода на другой уровень финансирования, мы сможем принять опыт по устройству в социальной сфере. Особенно меня, как мать, волнует устройство медицинской сферы. И я считаю, что мы на это имеем право. Нам за любой помощью приходится обращаться в Одинцово. Так почему же, если Одинцово может прийти к нам, мы должны от этого отказываться? Я вижу в данном присоединении большие плюсы и перемены. И считаю, что не стоит бояться предстоящих нововведений. Достаточно посмотреть на уровень развития и на благоустройство города Одинцова. И сразу же все «за» и «против» будут видны на лицо. Я уверена, что многие проблемы, которые нас волнуют, будут решены уже после присоединения. Разданные вопросы, волнующие нас, оставались без внимания на сегодняшний день. Спасибо. Фамилия ваша? Игорь Александрович, историк, заместитель и директор Зенегородского музея. Сегодняшний вопрос, которому столько внимания уделяется, посвящен сугубо политической теме. Мы со школьных скамей помним, что политика происходит от слова «полис» греческого «город-государство». И сегодня мы говорим о том, быть ли Зенегороду полисом, быть ли ему самостоятельной единицей, административной единицей, самостоятельно решать свою судьбу. И печально то, что, как мы видим, некоторые народные, так сказать, избранники выбрали какую-то стезю непонятную и поднимают уже руки для того, чтобы кастрировать этот политический центр, старинный центр. Наверное, надеясь, что всем им хватит места в Одинцове. Но навряд ли те, кто приняли их продажность, они смогут долго терпеть их, поскольку они и дальше будут продавать и предавать. От себя заявляю, что я, несомненно, против объединения, против всякой унификации, против всякой оптимизации, против уничтожения уникальности. И вместе с этим обещаю, что всю свою дальнейшую деятельность посвящу воспеванию позорной славы тех, кто продал наш город в веках вечной памяти. Спасибо. Присаживайтесь. Скурлатова Татьяна Алексеевна. Скурлатова Татьяна Алексеевна. Кибукевич. Марина Алексеевна, вы же просили еще больше давать времени. Мы бы вообще до ночи здесь. Пожалуйста, кого я объявила, выходите. Так, заканчиваем, может, или что? А у вас там есть список зайдет? Нет, я только объявляю. Нет, это все учитывается уже у нас. Так, далее. Белаусова Лариса Викторовна, нет? Нет. Есть. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые собрания, президиум. Мы понимаем трогательность сегодняшнего момента и не нужно ни плакатов, мы все понимаем. И ваше мнение, как жители Звенигорода, коренных жителей Звенигорода, и тот, кто сегодня пришел на публичное слушание, но являются москвичами и дачниками, так сказать, мы тоже будем учитывать. Моя позиция за. В этом зале сидят не только молодые, но и пожилые люди. И мы за то, чтобы у них сегодняшний день был благополучный, завтрашняя медицина у них была доступна. Мы думаем о будущем наших детей и наших внуков. Мы хотим, чтобы система образования была прогрессивной и доступной. Мы хотим, чтобы у наших детей было интересное будущее. А это сделать мы сможем, только объединяясь и только вместе. Спасибо. Присаживаемся. Я прошу покинуть сцену. Я прошу покинуть сцену. Вы выступите, а нам была, когда со Ставицким продавала город. Пусть ответит на этот вопрос. Не надо вот такие объединения. Далее идем по списку. Мисюкевич, Ольга Александровна, пожалуйста. Не нарушаем порядок. Вас слушали, пожалуйста. Как понимать, что Димаш пришла, а в плюхла. У нас есть список. Я вызываю срочно по списку всех. Ольга Александровна, я не буду на себя ничего платить. Не беспокойся. Дай выступить. Вы потом обязательно с ней встретись, переговорите. Добрый вечер, уважаемые жители Московской области. Из Венигорода. Люблю, уважаю. Люблю эту землю. Люблю людей, поэтому стала врачом. Один из ораторов унизил врачей, учителей. Опустил нас на уровне планктона вообще. Но вы своих детей учите у учителей. Вы, умирая, приходите к нам. Я не работала в поликлинике. Я простояла у операционного стола сутками 32 года. И я требую, чтобы вы уважали медицинское сообщество. Это первое. Я сдавала свою кровь вашим женам, вашим сестрам и вашим дочерям. И держала в своих руках ваших детей. И я горжусь этим. Ваша родина, Россия, так же как и моя. Живем мы с вами в Московской области. Дом у вас, Звенигород, у меня дом Одинцова. И самое страшное, самое страшное, что сейчас все умеют учить, лечить и управлять. А вы эту шкуру одевали на себя? Вы пробовали вести людей вперед, пахать землю? Все ораторы, которые здесь были, хоть кто-то сказал, что он сделал для земли, для народа, для людей. Я не слышала этого. Здесь были ораторы, которые мигрируют по всей Московской области, выступают и им платят. Я не купленная тетка, мне платить не надо. Я училась, росла, выросла здесь. У меня сын. У меня родители на восьмом десятке так же, как у вас. Движение вперед, это всегда очень тяжело. Я поддерживаю правительство. Послушайте меня. Я вчера была на здравчасе. Услышьте меня одну секунду. Я вас слушала внимательно. И как... Зачем вы в обществе района? Вы соблюдаете порядок. Соблюдайте порядок. Меня очень тронули две фразы губернатора. Две фразы губернатора. Одни Юрьевича Воробьева. Когда министр здравоохранения докладывал о перспективах, Воробьев сказал, мы должны беречь людей, не обижать их. И медсестер лишних не бывает. Объединяйтесь, двигайтесь вперед и думайте о будущем. Спасибо. Спасибо. Тихо, пожалуйста. Давайте мы все так... Вам давали слово, вы говорили. Зачем нам одессонки в лодке? Зачем нам одессонки в лодке? Я же вы сами сказали. Мы так ведем. Все спокойно. Даем слово те, кто записались. Они и выступают. Далее. Пушкина Оксана Викторовна, пожалуйста. Я иду строго по списку, как мне сказали. У нас Веникров, я Терцова. Это публичное слушание для наших жителей. У меня здесь все по списку записаны. Территорическое управление, это вся Московская область. Давайте, пожалуйста. Значит, люди, послушайте внимательно. Те, кто давал за меня свои голосы, кто не давал. Если вы сразу вниз палец, не приходите ко мне на приемы. Здесь есть люди, секунду, здесь есть люди, которые ко мне приходят на приемы, и мы решаем все в ручном управлении. Это первое. Если бы это было не так, и все бы работало, вы бы ко мне не приходили. И те многодетные мамы, которые сегодня здесь выступали против. И еще. Публичные слушания для гражданского общества. Это не собрания, не митинги, не протесты. Это специально выделенное время и территория, где каждый житель может подать свои замечания и предложения по проекту документов, внесенными на публичное слушание. Что сегодня происходит? Замолчите вы, кликуши. Здесь сегодня категорическое недоверие к власти. И все, что бы мы вам не говорили, вот, и все, что бы мы вам не говорили, вы будете принимать именно так. Не доработано? Согласны. Да подождите вы. Не доработано? Да. Не понимает вас один вопрос. Так скажите нам, почему нам будет лучше? Вам пытался Иванов сказать. Так вы же даже не слушаете. Вы не умеете слушать. И вся проблема на самом деле вас. Понимаете? Вы не слышите. И еще раз я вам говорю. Вы можете сегодня исходиться на нет. Я приехала сюда. Ко мне подошел соседов. Он уже был вот такой. Вы с чем сюда пришли? Завести моих коллег? Завести вас друг друга? Да, дорогой. И ты об этом, ты будешь везде сейчас струбить. Вместо того, чтобы устроить обсуждение. Понимаешь? Я не вру. Я не вру. Спасибо большое. Я за объединением. Не работать с вами. С нашими проблемами. Покиньте сцену. Покиньте сцену. Полиция, пожалуйста. Выведите людей. Мангушев Ринат Кайдарович. Пожалуйста. 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 Позорница. На телевидении. Да. Не забывайте. Не забывайте. Живой позорница. Добрый вечер, дорогие зенегородцы. Я вас единственное, что прошу. Давайте друг друга уметь слышать. Для чего публичные слушания были назначены нашим доблестным советом? Для того, чтобы мы как раз высказали все свои за, против и иные прочие мнения. Вы слышали доводы всех сторон, скажем так. И сторонников, и нейтральных людей, и противников, и так далее. Обязательно. Всех. Световой организм. Всех запустили сюда. Полный у нас зал. Никого не выгоняют. Я очень благодарен за то, что вы меня не слушаете и перебиваете. Потом тогда не удивляйтесь, почему мы вас не слышим, если вы так с нами сейчас общаетесь. Понимаете? Я очень рад, что вы сейчас со мной так общаетесь. И даете мне слово высказаться. Как вы служили, так общаемся. Касаемо всех тех переживаний, которые в сетях. Город останется гордым. Ему 867 лет в следующем году. Никуда он не денется. Административное управление, оно меняется периодически. Если мы вместе идти по жизни, у нас не будет транзитизма и всего прочего. И непонятная, ненужная конкуренция между Одинцовским районом и Звениками, за которым мы страдаем. Честно говоря, страдаем. И управлять проще, единым целым. А самоуправление, оно останется, как и было. Все доброделы, МФЦ, все прочее. Поэтому вы, пожалуйста, сначала слушайте. И касаемо самоуправления, все прочее. А где же вы, милые мои хорошие, да? Бывайте в дни выборов. У нас на выборы вы практически не ходите, к сожалению. А потом удивляетесь, почему такие результаты. Так будьте добры, ходите. Выражайте свое мнение. На слушаниях, на выборах. Отдавайте свой голос. Начинайте с себя. С себя начинайте. Вы молодцы. Кричать умеете. Вот кто-то здесь сказал, что мы живем в Мордовии, в какой-то фейсбуке. Так вы только в фейсбуке и пишете. На субботники не приходите и так далее. Одна администрация, так называемые бюджетники, что-то пытается сделать. А вы только пишете и живете там, в той стране, в американской. И думаете, что вы написали в фейсбуке, и проблема решилась. Приходите, обсудите. Поэтому понимаете, надо вместе все делать. Вместе выслушать, вместе принять, потом решение. Вы же выбрали этих депутатов, не я. И доносите, общайтесь, разговаривайте. А не хамите друг друга. Кто не уважает других, тот и того и тоже не уважает. Вы это должны понимать. Слушайте. Проект, который Пушкин... Проект, который мы... Пушкин, Пушкин, Пушкин... Оксана Пушкин, дайте нам проект. Какой проект? Я дам, можете меня... Так, тихо, тихо, подводим черту. Все, кто записались, у нас список исчерпан. Я даю слово Игорю Владимировичу. Пожалуйста, Игорю Владимировичу. Так, уважаемые звенигородцы... Я весь список огласила. Все, больше нет. Уважаемые звенигородцы, на сегодняшнюю минуту все, кто записывался, выступили. Мы практически уложились в то время, которое на Совете депутатов и предусмотрели для публичных слушаний. И я бы хотел, я не выступал, в принципе, на правах ведущего, хотел бы на некоторые вопросы, на некоторые вопросы, вернее, моменты, которые здесь высказывали в плане градостроительной деятельности, принятия ПЗЗ и прочее, дать некоторые комментарии. Я здесь видел в начале публичных слушаний Зыкову, замначальника глав архитектуры. Вот, к сожалению, я не знаю, куда она делась, здесь она или нет. Потому что я знал, что будут выступления, будут, ну, скажем так, инсинуации, мягко говоря, по вопросу градостроительной деятельности и ПЗЗ. Вот я Наталье Шмелевой, мы с ней обсуждали эту тему, она мне недавно звонила. Тем не менее, она в своем выступлении отметила, что они будут, ну, как бы, посадские будут стоять на смерти, бояться, что будет якобы застроен Мясина гора. Так вот, я просто коротко напомню, в связи с тем, что я, как председатель комиссии, которая как раз и занималась вот этими проблемами, а проблема была действительно очень серьезная, изменение корректировки генерального плана и принятие правил землепользования, Более трех месяцев депутаты рассматривали этот вопрос. Было направлено в главу архитектуру 52 замечания. Все были, все замечания были учтены, все замечания были учтены. Что касается Мясиной горы, просто напоминаю, просто напоминаю, Наташ, напоминаю тебе, что на Мясиной горе было принято, какое решение, 20% застройки ИЖС, остальное рекреация. Что касается 99-го кадастрового участка, рядом, который находится, напротив монастыря, там оставили все, в сельхозке. Что касается других земель, которые также плохие депутаты отстаивали, это 6 гектар напротив, между монастырем и городком. Более того, эти 6 гектар по суду выведены и возвращены в муниципальную собственность. Это плохие депутаты. Значит дальше, юбилейный парк, так называемый, где мост посадский и с левой стороны. Там также найдено решение, я бы сказал так, очень сбалансированное, потому что депутатам приходилось выбирать, вернее не выбирать, а решать. С одной стороны, городостроительный кодекс мы обязаны выполнить, с другой стороны, собственники, или как мы их называем, правообладатели. И здесь мы нашли мудрое решение, где сделав, не изменив, не дав возможности собственнику пойти в суд, мы оставили генеральный план без изменения, но ПЗЗ ввели рекреацию, тем самым, скажем так, связав руки. Что касается 200 гектар, которые на посаде, помните, наверное, те, кто был, и те, кто мы докладывали, были по этому поводу круглые столы. 200 гектар, где было действительно, хотели предусмотреть некое строительство, нет его там, вы это знаете, там курт, рядом 17 гектар, это напротив кладбища, напротив стадиона «Спартак». То же самое отрезано от 17 гектара 3, 3 гектара от уреза воды, остальное в курте, то есть это комплексное развитие территорий, которые предусматривает строительство школы и так далее, и так далее. Я не буду останавливаться, это большая тема, я могу по всему городу пройти то, что мы сделали. Поэтому хочу что сказать. Два раза к нам приезжала Зыкова, зам начальника глав архитектуры. Спасибо ей огромное, она оказала огромную помощь в решении всех этих проблем. Говорить о том, что кто-то где-то сейчас будет, ну, может сковырнуть принятые изменения генеральному плану и правила землепользования, это, знаете, по меньшей мере, это лукавство. И то, что было в тех поселениях, которые когда-то объединялись, там не было принятия генерального плана и не было принятых правил землепользования. Это, извините, большая разница. То, что согласовано, но не принято. То, что принято в Звенигороде, это принято, утверждено. И сегодня все жители, которые находятся вместе с правобладателями, могут использовать те правила в полном объеме. Это я просто хотел специально обратить внимание, чтобы жителям не вешали лишнюю лапшу на уши. Значит, на сегодняшнюю минуту публичные слушания закончены. Все замечания, все предложения жителей города будут переданы в рабочую группу. Вы знаете, публикация была, рабочая группа создана. Она будет рассматривать и передаст все эти документы вместе с итогами этих публичных слушаний, конкретно сколько человек за, сколько против, в совет депутатов. Совет депутатов все будет рассматривать, все будет учитывать, так же, как в принципе учитывали и при принятии правил землепользования и застройки. Спасибо за внимание. Публичные слушания закончены. Вопрос можно, Игорь Владимирович, вопрос можно, нет, здесь, информацию получить можно. Почему вы будете считать на слушаниях? Игорь Владимирович, вопрос можно задать, мы пришли получить информацию. Что будет, например, с поселством Министерства обороны, деревни Шипово, которые входят в городской округ, но не входят в черту города Сенегорода? Что с ними по проекту? Нет, как он решится? Как спланировано? Вот сейчас жители как должны реагировать? Что они должны знать? Они знают, что с ними будет? Расскажите мне. Нет, вот есть информация, вы пришли задать вопрос. Сколько школы, революционеры, сколько в титул включено, сколько садов и сколько вторых смен. И кто? И сколько вторых смен. Сколько? И сколько что? Поселение никому не было. Потому что мы смолчим не сидеть. Мы смолчим. Да все-таки Шипово что будет? Все сказала. Меня просили узнать, что будет с Шипово. И, вы знаете, что будет с Шипово, меня просили, что... Музыку уберите, пожалуйста. Что будет с Шипово, он останется в городе Свинихорде, оно, или оно перейдет в район? В городской округ он войдет отдельно в сельское поселение, или в составе города Свинихорда? Музыку можете выключить сначала? Нет, он в городском округе, он не в городе Свинихорде. Я задаю вопрос, я пытаюсь понять, меня жители попросили узнать, что будет с городом Среди Шипово. Оно войдет в новое муниципальное объединение в составе города Свинихорда, или... Оно сейчас не в городе Свинихорде, оно в городском округе, или оно напрямую войдет? Да нет, нет, конкретный вопрос жители задают. В каком качестве войдет новое муниципальное образование? Деревня бывшая Шипово, она входит сейчас в городской округ Свинихорда, но не в черту города Свинихорда. Так же, как, кстати, деревня Дютьково бывшая. По проекту, как они входят? Может, вы выйдете сюда тогда, или вот эту выключите? Разговор интересный, понимаете? Нет, они глушинку просто включили и все. Понимаешь? Вон, Юденич хоть вылезла сюда, а эти сидят. Акушки. Удачи, посмотрите. Нет, не слышно. Игорь Владимирович Ковловов. Что? Я вас не слышу, я могу подойти. Я вас не слышу, я могу подойти. 70 миллиардов рублей. Разрешил депутат. Ну, депутат разрешил, чего вы? Да депутат меня разрешил. Депутат пригласил. И пригласил. Мы пойдем к Оксане Викторовне, она у нас есть государственная. Будет на вопрос. А если просто уточнение? Нет, ну, так вот, после уточнения, я вам все, я вам скажу. У меня жители спрашивают, просто пойди, узнай. Но все равно в любом случае, нет, в любом случае, есть, произойдет объединение, конечно, будет тогда, она будет в городском округе, и, соответственно, с уточненными границами. Нет, оно пойдет. Оно не пострадает никак. Нет, ну, речь не о... Вот просто управиться. А оно, это как деревня, значит, у них есть льготы определенные, значит, там оно и осталось. Нет, дело не в льготах. Они спрашивают, они войдут в состав города Звениграда, сейчас они в городском округе. Но это наша вот деревня, которая с нами всю жизнь, да? Ну, что их волнует? Они же не просто так спрашивают, ну, не может быть. Людей волнуется жизнь их. Нет, 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 людей волнует. Это всю жизнь, они за Звениградом. У них, грубо говоря, власть будет в Звениграде, телема прямо у его Денцова. Ну, это так, не поверьте. Не надо все усугублять. Вы знаете, вы берете такой вот негатив, начинаете... Причем здесь негатив, люди же дают конкретный вопрос по проекту. У меня нет проекта, сейчас он не поводит. А у кого он есть? Я знаю, в любом случае, уточнение говорить, поверьте, не будет. Нет, у них власть будет, где? Вот они привыкли, им 2 километра до Звениграда или 30 до 140, где у них будет деть власть? Давайте я уточню этот вопрос. Ну, а можно это в проекте посмотреть? У меня нет проекта. А у кого он есть? У меня нет. У кого-то он есть. Ну, у ваших депутатов есть. Так я вам почему задаю вопрос, что у депутатов его нет? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...